я в общем хочу сказать что те которые вот которых я на днях видел которые рассказывают о физиотипическом расстройстве они рассказывают это с такой с такой как мне кажется с долей иронии такое ощущение что они на этом ловят хайп потому что красивая молодая девушка рассказывает что у нее есть типическое расстройство но она это рассказывать с такой радостью понимаешь с таким выражением лица как будто он как будто я не знаю как будто как будто я и только что блин не знаю там егор крит палку поставил бы о которой она всю жизнь мечтала блин ну не может быть такого понимаете такие люди не улыбаются это само по себе просто не может быть врачи опытные они смотрят в глаза понимаете а вот когда молодая девушка говорит что у нее же за типическое расстройство и у него в глазах понимаете радость как там как там говорится так я не умею это выражать мысли у нее глаза а взгляд живет отдельно тело мимика все такое вот она говорит такие пронзительные вещи но то что она говорит звучит как я не знаю как приятная история какого-то путешествие не знаю там прекрасную страну где там этих кокосы бананы пальмы блин я не могу терпеть маленьких городов и потому там где меня все знают где человек с камерой все это сразу это велочебуратор блин все однозначно только единственный придурок маленьком город в городке может ходить с камерой я иду со мной здороваются те которых я в глаза не видел и знать не знаю тут по крайней мере городок побольше ты идешь тебя никто не обращает внимание никто не кричит тебе велочебуратор идет жить большом городе это действительно для такого человека для для человека вот с расстройством личности жить большом городе но не знает для кого они для кого-то может это стресс но для меня это это радость понимаете это как рыба в воде я уж как говорил блин как же мне это видео-то укоротить это смотрел недавно эту youtube 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 studio которые объясняли мне но там как сделать видео красивым там удобным ну чтобы оно было интересным например да вот из каких-то кусочков вам до чтобы было интересно нарежьте фрагментов туда-сюда но поверьте этого на самом деле нихрена не получается как можно нарезать фрагментов человек судьбу допустим свою рассказать абсолютно никак не сможет за какой-то короткий промежуток времени и тем более нарезать ее фрагментами понимаете жизнь человека судьба человека душа человека не может быть из из сложены из кусочков тогда это получится какая-то долбаная психоделика бля которая никому на хрен будет неинтересно ну конечно же и длинное кино тоже муторно смотреть я понимаю гораздо приятнее смотреть на красивую ангельскую молодую девушку просто смотришь на одном дыхании и плюс ко всему которая еще говорит красиво не просто красиво она еще говорит умно она живая она нежная она естественная она прекрасная глаза у нее горят понимаете горят счастьем каким-то таким вот какой-то такой непонятной таинственной женственностью нежностью и этот человек говорит аж изотипическом расстройстве которые у нее есть это это просто абсурд понимаешь я посмотрел много много по как бы поизучал посоветовался проконсультировался и знаете многие люди ну чё уж говорить многие все практически ну скажем из трех человек которыми я показал вот это вот сюда говорят точно что это пиар вот что это просто игра на публику потому что человек у которого действительно есть шизотипическое расстройство или говорится ментальное расстройство личности или психического характера там элементального расстройства он не будет так улыбаться понимаете в его глазах не будет радости если бы выйдет вы вы бы видели мои глаза вы бы почувствовали бы разницу в моих глазах совсем другой 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 взгляд понимаете такой же глубокий да такой же как как это озеро балха в котором можно утонуть да но у меня грустные глаза понимаете не потому что я как-то там живу плохо там или еще что-то нет просто человек который страдает и пусть страдает он не может радоваться понимаете я так полагаю что это просто неестественно вот и все так но пиар на этом конечно она сделала хороший и многие девушки делают на этом пиаре на этом многие пиаре за счет за счет этого вот что самое интересное когда красивая девушка говорит по там на ютюбе что что то что то и и при этом да при этом она реально жалуется на судьбу но это не выглядит как жалоба это выглядит как красивейшая какая-то красивейшая музыка понимаешь вот что в принципе то ее можно смотреть вообще даже не слушая понимаете и у нее миллионы подписчиков точнее миллион тысячи просмотров и так далее и тому подобное вот все ей сочувствуют и хотят помочь но когда мужчина начинает жаловаться точнее не жаловаться а говорить что-то о себе и говорить о реальности о своей то его начинают все презирать потому что якобы мужчина не жалуется якобы мужчина не плачут и так далее и тому подобное это все чушь собачья ну и по моему большая несправедливость так короче я пришел покушать в столовую фантазия ну блин сейчас я нафантазирую здесь кстати очень хорошо кушать можно покушать и совсем недорого давайте сделаем паузу скушаем твикс наоборот сделаем твикс скушаем паузу бля спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!